Рады приветствовать телезрителей нашего канала на Тагил ТВ новости в студии Олег Шкварков. Коротко о темах выпуска. Спектакли день за днем. В Нижнем Тагиле проходит фестиваль театров малых городов России. Открытие состоялось на театральной площади. В микрорайоне Пырловка ведется обустройство дорожной сети. Здесь предоставлены участки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Более 10 тысяч тагильских детей будут охвачены различными формами организованного отдыха. Как идет подготовка к оздоровительной кампании. Спектакли день за днем. В нашем городе проходит фестиваль театров малых городов России. Это один из подарков 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Свои работы представляют творческие коллективы из различных регионов страны. От Башкирии до Приморского края. Открыли фестиваль на театральной площади. Слово Алексею Алексееву. Торжественная церемония открытия 19-го фестиваля театров малых городов России прошла на центральной площади Нижнего Тагила. На сцену поднялись представители всех 16 коллективов, которые представляют свои работы на форуме. Мероприятие организовано Государственным театром наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Свердловской области. Любите театр, приходите в него. Тем более, что сюда приехали просто великолепные коллективы. А по большому счету наша отечественная культура во многом всегда питалась и будет питаться небольшими городами. Она не только в столицах. И я надеюсь, что нас порадует артиста нашей большой Родины. И мы все получим с вами большое удовольствие от того, что будем смотреть. В публике и жюри во главе с заслуженным деятелем искусств России Николаем Каледой представят 8 спектаклей большой формы и 8 малой формы. Кроме того, как всегда, состоятся творческие встречи, лекции, мастер-классы, тренинги в рамках профессионально-образовательной программы. Примечательно, что конкурсантам предоставляется возможность оставаться на фестивале в течение всего времени проведения, оценивать работы друг друга, плодотворно общаться. Я искренне приветствую всех в городе трудовой доблести Нижнем Тагиле. Благодарю за такой подарок 300-летнему юбилею, за оказанную честь проведения в нашем городе фестиваля такого масштаба. Между просмотрами рекомендую всем познакомиться с нашими достопримечательностями, с городом. Нажатие символической кнопки, которая дало старт фестивалю, произвели заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, региональный министр культуры Светлана Умчайкина, председатель жюри Николай Коляда. Показы продлятся до 5 июня. Показы продлятся до 5 июня. Приветствие участникам направил художественный руководитель Театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Он пообещал лично присутствовать на закрытии 19-го фестиваля театров малых городов. Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства на 2023 год продлили на сутки. По решению Минстроя Российской Федерации оно закончится в 23 часа 59 минут 31 мая, то есть сегодня. Отдать свой голос за ту или иную площадку по-прежнему можно на единой платформе 66.городсреда.ру. В Нижнем Тагиле среди претендентов на победу сквер Нижневыйский, пешеходная зона на Черноисточинском шоссе и парк на руднике имени 3-го интернационала. Окончательные итоги после верификации всех поступивших голосов на федеральном уровне будут подведены 3-го июня. В микрорайоне Пырловка, где предоставлены наделы под индивидуальное жилищное строительство, ведется обустройство дорожной сети. Ранее участки на незанятом пустыре были выделены преимущественно многодетным тагильским семьям. Добираться по бездорожью и завозить стройматериалы было проблематично. Как меняется ситуация узнала Юлия Полева. В 2013 году на Пырловке сформировали участки для индивидуального жилищного строительства многодетных семей. Они не были обеспечены инфраструктурой, в том числе объездными дорогами. В начале мая прошел конкурс. Определили подрядчика, который уже приступил к работам. Практически 11 километров дороги в щебёночном исполнении будет выполнено уже в этом году. Работы уже начаты на этом объекте. Мы можем уже видеть, как продвигаются работы. Ждаем улучшения транспортной инфраструктуры в этом микрорайоне. Идём в данный момент с опережением. Идёт подготовка основания, укладка скалы. Работы ведутся параллельно. Заречную мы уже прошли в скале, она полностью отсыпана. Это проспект Преображенский. В 2019 году участок на Пырловке, собственные 10 соток, получила многодетная семья Мелкозёровых. В ней трое детей и ещё ждут пополнения. Здесь удобно, хорошо, нравится. Свежий воздух. Всё лето в том году здесь пробыли. Прожили здесь, я считаю. Сперва-то жена хотела отказаться. Я говорю, нет, давай возьмём. За три года глава семейства Юрий поставил на участке забор, небольшой временный домик, выкопал котлован для фундамента, который планируют залить в этот сезон. Должна же была инфраструктура, дорога, освещение. Я свет ждал полтора года. Делались, генератор пришлось купить. А что делать? Дорогу, конечно, быстрее бы сделали, подъезд, чтобы был. А так пока ездим, потихоньку так, ползаем. Пырловка расстраивается. В чистом поле на месте снесённой военной части тут и там уже появляются новые частные дома. Юрий отметил, что здесь запланирована газификация. Этого собственники строящихся коттеджей очень ждут. Более 10 тысяч тагильских детей будут охвачены нынешним летом различными формами организованного отдыха. О том, как идёт подготовка к оздоровительной кампании, говорили на совещании, которое провёл глава города Владислав Пинаев. Более 5,5 тысяч школьников смогут побывать нынешним летом в муниципальных загородных оздоровительных лагерях. Единственный в Свердловской области спортивный лагерь «Золотой лук» и санаторий-плещелакторий «Сосновый бор». Общее количество детей, которым будет доступен этот вид отдыха, увеличится на 210 человек. За год на лагеря у нас с вами будут работать учреждения образования и физической культуры спорта в четырёх сменке. Три смены у нас будет, это по 21 дню, и одна смена в 14 дней. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы сделать охват детишек гораздо больше, потому что спрос сегодня на загородное сдавление у нас великий. Лагеря дневного пребывания будут работать на базе 71 учреждения образования, физической культуры и спорта. Их смогут посещать чуть меньше 5,5 тысяч детей. Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, медицинского сопровождения, соблюдения противопожарных требований, создания для детей безопасных условий обсуждались с представителями Роспотребнадзора и Росгвардии, медиками, пожарными, полицейскими. Провел установочное совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании, к отдыху наших детей, готовности наших загородных оздоровительных учреждений. Практически все у нас уже учреждения приняты, осталась лишь маленькая часть технические неполадки доделать, и, в общем-то, будем полностью готовы к проведению кампании летней. Замечаний особых нет, все идет в штатном порядке, с 1 числа начинаем заезд. В нынешнем году вырастет число тех, кто сможет отправиться из Нижнего Тагила на Черное море, на поезде здоровья, за счет средств регионального бюджета. Обычно нашему городу выделялось 90 путевок в Анапу, сейчас 134. Их получат школьники, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве, а также дети сотрудников крупных промышленных предприятий. И спорт, и отдых. Но прежде всего учеба. Самую современную школу Нижнего Тагила сегодня, несмотря на то, что последний день учебного года, показали заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову. Он познакомился с умным классом для юных инженеров и насыщенной жизнью учреждения. Счет до летних каникул буквально на часы, но в этом классе ребят довольно много. И неудивительно, сюда приходят не только для программных, но и для неурочных дополнительных занятий. С помощью самых передовых технологий школьники создают здесь удивительные вещи. Анастасия Павлова, например, копии старинных научных приборов. Мечтает стать преподавателем физики и астрономии. А знания 3D-моделирования, уверенно, окажутся очень полезными. У меня в руках стрелябия и подвижная карта звездного неба. Подвижная карта звездного неба нужна для того, чтобы определять любой день и время ночное небо. А стрелябия для того, чтобы измерять на небе углы. А вот танк Леонардо да Винчи, модель, над которой работает Савель Курбатов. А сейчас можно 3D-модель воплотить в реальности. Саму модель изначально я сделал в программе Fusion 360, вот на тех вот компьютерах. Потом перенес это все в программу для токарного станка. И сейчас могу запустить. 25 рабочих мест с 3D-модельным программным обеспечением. Есть 12 3D-принтеров, станки числено программным управлением. На базе профильных технологических 8-го и 10-го класса мы сейчас реализуем дополнительное образование. И мы урочно дети осваивают уже азы инженерной профессии. Умный инженерный класс – одна из изюминок сотой школы. И сегодня этот класс с гордостью показывает замгубернатора области Павлу Крекову. На этом оборудовании у пятиклассников проходит занятие по 3D-моделированию. А предпрофильный 8-й и профильный 10-й классы получают здесь прикладные навыки инженерной направленности. У нас класс действительно новый, в какой-то мере инновационный. Благодаря поддержке градообразующего предприятия и спонсорской помощи у нас сейчас оснащен самым современным оборудованием. Наша задача, так скажем, раннюю профориентационную работу с ребятами провести, чтобы они уже своими руками пощупали, что такое быть инженером, что быть конструктором, что значит иметь такие навыки, больше практикоориентированной. Поработав на таком оборудовании, да с таким программным обеспечением, подчеркивает педагог, выпускники школы смогут конкурировать даже с выпускниками СУЗов и ВУЗов. И на базе такого класса можно растить инженерные кадры не только из учащихся этой одной школы, но и из всех школ Тагила. Ну а сегодня гостям вручили сувениры с логотипом школы, который десятиклассники сделали прямо в их присутствии. А Павел Креков оценил и спортивные залы, и библиотеку, и столовую. Добавляет, что был несколько раз на стройке этого образовательного учреждения. Построить – это первая часть, вторая часть – это наполнить всю эту жизнь, содержанием и так далее. И, допустим, в этой же школе достаточно приличное количество людей, которые занимаются дополнительным образованием. И условия, которые здесь созданы, позволяют иметь от этого, и результат в том числе. Для нас важно не просто построить объекты, сделать их своего рода реперными точками, если угодно, в системе образования области. Я думаю, что сотая школа – это хороший пример того, как новое здание живет насыщенной, образовательной и воспитывающей жизнью. Такого рода проекты, подобные сотой школе, сейчас реализуются в нескольких городах Свердловской области. Проекты образовательных учреждений с особо развитой учебной средой разработаны по поручению губернатора. Факты в лицах продолжат наше информационное обещание. О развитии тагильской медицины поговорим с главным врачом Демизовской городской больницы Сергеем Овсяниковым. Не прощаюсь.